Продолжение следует... Но, тем не менее, мне приятно ощущать ваше присутствие на другом конце бесконечного интернет-пространства. Сегодня у нас будет очень интересная тема. И я бы хотел услышать, насколько хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, циклики от единички до десяти. Так, Анна, спасибо. Итак, я вижу, что меня хорошо слышно. Так, замечательно. Итак, мы с вами начинаем. Ну, прежде чем говорить об основной теме, я буквально вкратце представлюсь, расскажу немножко о тебе. Да, я очень сильно изменился. Я выполнял в течение недели секретные доски и практики. И видите, как я помолодел. Ну, это шутка, конечно. Хотя сегодня не 1 апреля. Да, значит. Меня зовут Виктор Луганский. Я практик юги с 27-летним стадом. Я йога-терапевт. Я практик тибетской йоги. И практик, значит, практик буддийской тантры и учения док-чем. В начале 90-х я практиковал индийскую йогу немного, но это послужило хорошим стадом. На самом деле, индийскую йогу я уже давно начал когда-то практиковать, еще в 82-м году, но по-настоящему вот начал в 90-х. Занимался где-то 3 года, и мне немножко не понравилось в том смысле, что я занимался боевыми искусствами всю жизнь. Вот, и хатха-йога немножко не подошла. И я начал заниматься даотской йогой. Вот, и в середине 90-х годов я изучал, а потом преподавал даотскую йогу. Ну, эта система мне подошла полностью. Почему? Потому что все техники медитации, все техники дыхательные, энергетические, это были те же самые техники, которые, в общем-то, использовались в восточных единоборствах. Карате и тейквондо, которыми я занимал. Вот, и благодаря тому, что я начал заниматься даотской йогой, мне стало понятно, что же я все-таки делаю такое. Вот, это очень интересная система, и сегодня будет полностью разговор об этой системе, собственно говоря. И об одном из таких интригующих ее аспектов, работе с сексуальной энергией. Ну, а так получилось, что, в общем-то, я практиковал очень плохо в течение шести лет даотскую йогу, и все-таки стал практиковать тибетскую. Это не значит, что индийская йога плохая, даотская йога плохая, все эти йоги достойные, очень серьезные системы. Но моя душа лежала в тибетской йоге, и с 2001 года я практикую тибетскую йогу и являюсь учеником известного мастера буддийской танцы и док-чен, я практикую эту систему. Естественно, что я не мешаю, все не делаю из учения винегрет, то есть я не использую там даотские упражнения, тибетские, индийские, так сказать, делают такой замечательный, вкусненький салат оливье, да, такого, конечно, нет. Что такое тибетская йога? Тибетская йога – это два учения в Тибете. Это ваджваяна, буддийская танца, и бонг, древне-тибетское учение. Вот я являюсь практиком ваджваяна, но я учился также и у бонгких учителей. Я являюсь рядовым учеником, это очень известный лама, очень известный учитель высшего уровня. Я являюсь рядовым учеником, то есть не являюсь каким-то там приближенным и так далее, но я являюсь практиком, я являюсь практикующим йогом. Кроме того, я изучал и практиковал тибетский массаж туньет, благодаря чему получил базовое познание тибетской медицины. Но это очень серьезная система туньета, не какой-то массаж. Здесь и своя система акупунктуры, и два укалывания, и прижигания, и здесь система массажа и много всего другого такого. Поэтому благодаря этой системе я получил какие-то базовое познание тибетской медицины. Вот, в общем-то, вкратце обо мне, но сегодня мы с вами начинаем вебинар «Доотские секреты управления сексуальной энергией. Полное оздоровление и омоложение». Такая-такая эпатирующая картинка перед вами сейчас, да? Ну, на самом деле, как бы техники, связанные с сексуальной энергией, больше связаны не с сексом, на самом деле. Больше всего они связаны с оздоровлением, омоложением, долгожительством и с практиками, высшими духовными техниками бессмертия. Есть такое выражение, если вы захотите, погуглить, например, возьмете, в строку поисковика, в гугле, пишите «Доотские бессмертные», и вы все об этом почитаете, на самом деле. Так вот, мы сегодня будем с вами изучать эту тему, потому что эта тема касается прежде всего долгой и здоровой жизни. И эта тема касается прежде всего омоложения. Чем для вас полезен этот вебинар? На вебинаре вы узнаете о древних даотских секретах управления сексуальной энергией. О том, как накопленная сексуальная энергия избавляется от всех болезней. На самом деле, сексуальная энергия – это базовая энергия нашего организма. И эта энергия, если ее правильно распорядиться, то она может полностью омолодить наше тело, даже преклонные годы, на самом деле. Так вот, дальше что? Как, управляя сексуальной энергией, жить очень долго, счастливо и без страдания? Об этом тоже все понимаете. Узнаете, как накапливая и преобразовывая сексуальную энергию, обвести сверхвозможности. То есть, на самом деле, различные сверхвозможности, связанные с управлением сексуальной энергией. Почему? Потому что, если вы подойдете к сверхвозможностям, вы должны будете взять под контроль этот вид энергии в своем организме. И это даже, на самом деле, особенно с сексом не связано, потому что есть, так называемое, одиночное сексуальное совершенство, а не парное. Ну, чтобы вы не подумали чего-то, одиночное сексуальное совершенствование – это, конечно же, не анонизм, не мастурбация. Это техники, которые позволяют возгонять сексуальную энергию вверх, в верхние энергетические центры, в головной мозг и пробуждать те силы, которые в каждом человеке дремлют. Далее, значит, вы узнаете, как использовать половой акт, обрети железную волю, невероятные умственные возможности. Дело в том, что, на самом деле, на самом деле, секс, секс, да, можно использовать. То есть, сексуальный союз может доставить не только удовольствия, не только приятные ощущения, не только, скажем так, скреплять взаимоотношения мужчины и женщины. Значит, сексуальный союз может обоих людей, значит, очень сильно, очень сильно укрепить их здоровье, да, значит, даст возможность обвести огромное количество энергии, которая будет проявляться в большом количестве боли, способности реализовывать любые задуманные идеи, проекты в своей жизни, да, и это развивать умственные способности. Причем эти умственные способности, это не просто простой интеллект, да, это вещи, которые происходят вот просто так, вы просто знаете и все, вы вдруг видите, как это все устроено. То есть, это больше, скажем так, похоже на развитие интуитивной способности прямого постижения, прямого знания. Дальше, вы вот знаете, как обрести абсолютный контроль над эрекцией и продлить половой акт на сколько угодно время. Это особенно важно для мужчин. Но это важно и для женщин, потому что женщина, узнав об этих вещах, могут понимать, что нужно мужчине для того, чтобы он был счастлив, для того, чтобы была счастлива женщина с этим мужчиной. То есть, здесь в этих техниках мужчина сейчас не облачается абсолютному контролю над эрекцией. Если у мужчины уже нет эрекции, то она у него будет. Ничего как будет, потому что в течение даже трех месяцев после начала занятий мужчина вдруг обнаруживает по утраму себя шатер. То есть, он просыпается, а дело у него стоит вот таким вот образом. Почему? Потому что накапливается энергия. И когда энергия накапливается, если у мужчины не было никаких травм, связанных с половином органами, каких-то серьезных операций, то, соответственно, эрекция возвращается просто автоматически, называется. Соответственно, эти техники позволяют продлить половой акт, продлить управляемый половой акт на сколько угодно время. Это не просто какая-то, знаете, какое-то, нечто связанное с чем-то таким скучным, скажем так. Ну, ну и что продлили половой акт, и что дальше, да? На самом деле, это вещи очень интересные, вещи, которые очень-очень поднимают духовное и душевное человека. Далее, вы знаете, как без всякой ворожбы намертво привязать себе мужа или жену. На самом деле, не то что ворожбы, на самом деле, не нужно вообще ничего будет делать. Почему? Потому что человек, который практикует подобные методы, только серьезно практикует, эти методы не получится попрактиковать чуть-чуть, немножечко, иногда, на самом деле, это серьезные вещи, которые нужно делать, и тогда в вашей жизни происходят удивительные вещи, и вы превращаетесь в магнит. То есть все окружающие люди, неважно кто, ваши родственники, ваши друзья, незнакомые люди, люди, в которых у вас есть своя заинтересованность, начинают притягиваться к вам как магнитом, у них возникает желание с вами иметь дела, у них возникает желание находиться рядом с вами, вот, значит, соответственно, есть в этих моментах некоторые минусы. Почему? Потому что у женщин нет отбоя в мужчинах, а у мужчин нет отбоя в женщинах. Это иногда бывает не очень-очень удобно. Далее, значит, вы узнаете о высшем духовном просветлении. Конечно, куда же без него, без высшего духовного просветления. Почему? Потому что эти практики, на самом деле, создавались не для того, чтобы восстанавливать эрекцию, не для того, чтобы заниматься сексом, даже не для того, чтобы быть просто не для оздоровления. Эти практики создавались для высшего духовного просветления, То есть для прекращения перерождений, для обретения контроля над перерождениями, контроля над жизнью и смертью и на достижение омолодой смерти, так называемых. То есть это базовые практики для обретения вот этих высших достижений. Ну и конечно же вы узнаете сегодня о невероятных сексуальных переживаниях на пути до лоской йогики. На самом деле эти самые невероятные сексуальные переживания и у мужчин, и у женщин, и независимо от того, практикуете ли вы только сами, и у вас не обученный партнер, то есть партнер ваш не практикует, или допустим вы обои практикуете. Например, я, например, практиковал сначала сам, а потом начал практиковать вместе со мной моя молодая жена в свое время. Вот. Так было. Чего вы научитесь на этом вебинаре? Ну, я, в общем-то, имею традицию такую. Значит, на каждой, значит, на ту тему, о которой я рассказываю, я не просто даю подарки. Вот. То есть не просто подарки, но вот каждый человек, люди в основном, которые ходят по вебинарам, им нужны какие-то подарки, какие-то волшебные упражнения. Мое упражнение не просто какие-то подарки. Эти упражнения связаны с конкретной темой. То есть они являются, они иллюстрируют тему. Вы получаете не только, скажем так, информацию, вы на вебинаре что-то можете попробовать, да? И плюс это то, что вы попробуете, оно явно является, в общем-то, поле, имеет определенную пользу для вас. Поэтому сегодня вы изучите, научитесь техники контроля энергии сексуального желания, техники перемещения сексуальной энергии в высшие энергетические центры и техники физического контроля органической энергии. Что это такое и как, значит, это будет в течение нашего вебинара. Пожалуйста, не спрашивайте мне, когда же будут упражнения. Упражнения будут. Упражнения эти все находятся в контексте. В контексте моего доклада, соответственно, да, моего вебинара. И они будут в соответствующее время. Мы с вами ими позанимаем. Но это не все. Обычно я предлагаю еще, кроме всего прочего, что-то конкретное. Вот люди пришли послушать о сексуальной энергии. У кого-то, возможно, есть проблемы. Часто приходят мужчины, например, у которых действительно есть проблемы сексуальные. У женщин меньше этих проблем. У женщин в основном болезни, которые связаны с женскими органами, потому что женская репродуктивная система более сложная, чем мужская, и поэтому, соответственно, имеет значительно больше различных заболеваний. А мужчинам интересуют, например, восстановление эрекции и прочие-прочие вещи, да. Но кого-то интересует здоровье. Кто-то услышал, что сексуальная энергия восстанавливает здоровье, да. И вот я предлагаю вам курс, курс секретной доводки техники управления сексуальной энергией полное оздоровление и омоложение. Это курс, на котором я, это запись, запись курса, это запись, видеозапись, где я обучаю всем этим секретным упражнением. Я не просто обучаю только этим, я подделаю всю систему подводки. То есть я объясняю, объясняю буквально все подробности, да. Но это еще не все. Дело в том, что для того, чтобы все у вас хорошо получилось, для этого я, после того, как человек приобретает мой курс, он еще, кроме всего прочего, получает от меня бесплатные консультации, если у вас возникает проблема. Вот смотрите, Ольга кинула вам, соответственно, ссылочку. Итак, давайте об этом курсе немножко. Древняя даосская культура обладает неисчерпанными секретными знаниями о природе и человеке. Уже тысячи лет назад даоссы знали, что энергия, вырабатываемая половыми органами, предназначена не только для размножения, она является фундаментальной энергией, фолмирующей наш организм. То есть эта энергия при правильном с ней общении может полностью восстановить и омолодить наше тело в любом возрасте, что приводит к полному оздоровлению и невероятно долгой жизни. Кроме того, эта же энергия, направленная на верхние энергетические центры, дарует высокие интеллектуальные и невероятные творческие способности. Также практика методов совершенствования сексуальной энергии в паре дарует фантастические сексуальные переживания и несокрушимое здоровье репродуктивной системы. Выполняя упражнения этого курса, вы сможете постепенно избавиться от всех болезней. Выполняя эти упражнения, вы омолодите свое тело, избавитесь от морщин и сделаете мышцы упругими и красивыми. Мужчины не только полностью восстановят эрекцию и научатся ее управлять, но и станут получать невероятное удовольствие от секса. Женщины научатся управлять своими интимными мышцами, что даст крепкое здоровье, совершенно новые и глубокие сексуальные ощущения. Ваши половые партнеры будут в восторге от обретенных вами сексуальных возможностей, что значительно укрепит ваши взаимоотношения. Упражнениями этого курса вы заложите фундамент долгой и счастливой жизни. Научившись поднимать сексуальную энергию к высшим центрам, вы кардинально измените жизнь, станете духовной и творчески одаренной личностью. Чтобы объяснить, что это за упражнение, необходимо обратиться к древней китайской культуре и истории. Сейчас я вам расскажу много интересных вещей. Итак, в древнем Китае секрет долголетия, крепкого здоровья и способности иметь мощную, самое главное контролируемую эрекцию, передавался от императора только старшему сыну и хранился в строжайшем секрете. Представьте себе, что император в те времена, на каком высоком уровне, это техники доступны были только среди мирских людей, эти техники были доступны только императору. Если такой техник обладал какой-то другой человек, за это полагалась смертная казнь. И, собственно говоря, эта техника передавалась только старшему сыну императора. Почему? Дело ведь не только в сохранении эрекции. Вот в чем дело. Дело в том, что эти техники позволяют человеку жить очень долго, очень долго, долгой и здоровой жизнью. Эти техники позволяют человеку обрести очень серьезные воинские физические качества. Эти техники являются базовыми для различных техник, которые это делают тело неуязвимым. А дух настолько крепким и сильным, что человек, который, как описывал мой учитель Монтак Чеа, он говорил о том, что в древности это было опасно. Еще почему? Потому что какой-нибудь человек, скажем так, в глубинке, обладая такой техникой, он мог просто покорять, покорять, так сказать, целые, скажем так, различные селения, и мог запросто создать небольшой мини-государство, управлять какой-то территорией, соответственно. Соответственно, эти вещи, как сейчас, например, секреты, секреты изготовления ядерного оружия есть, вот тогда это примерно в этом плане все было. Целый штат жжен и наложниц требовал от императора просто невероятные сексуальные способности. Естественно, что император, благодаря этим техникам, прекрасно с этими способностями справлялся. Почему это было важно? Дело не только в том, чтобы император осеменил всех женщин, которые у него были в Горелии. Вопрос заключался в жизни смея весьма. Дело в том, что чем старше мужчина, тем меньше он должен терять семя. Если мужчина теряет часто семя, после 50-ти лет, даже после 40-ка, то, соответственно, он очень быстро приближается к смерти. Теряя, скажем так, женщина, которая испытывает оргазм, она не теряет семя. А мужчина теряя семя, он просто очень быстро разрушается. У меня был такой случай очень-очень интересный. Когда-то очень давно моя жена работала, когда-то очень давно моя жена работала, там был такой 5-этажный дом, строение. На первом этаже все были, так сказать, пожилые люди, все были молодые. Ну как молодые? Только-только прибывшие, они были веселые, хорошие, они встречались, у них там заводились романы. Соответственно, ну, человек, если он пожилой, это не значит, что жизнь кончилась. Правильно, да? Естественно, что люди развиваются по парам, у них секс, естественно, и все прочее. Была там одна дама, которая, значит, прозвали ее черной вдовой. Почему? Потому что она, при том, что ей было уже 70, да, она была очень сексуальна, у нее была такая особенность, что она, значит, постоянно хотела секса. И, значит, когда появлялся новый мужчина, какой-то пожилой в доме престарелых, она тут же его, так сказать, обхаживала и приглашала к себе. Ну а что, мужчина, чего отказываться? Он один здесь, да? И, соответственно, в этом доме престарелых были такие порядки, что те, кто создавал эти пары, им разрешалось вместе жить, да? И вот у этой женщины, значит, у нее очень быстро умирали мужчины. То есть, из-за того, что она постоянно, значит, требовала от них секса, эти пожилые мужчины очень быстро умирали. Это был факт. Я это впервые в жизни видел. Вот, значит, и в то время, я уже начинал практиковать даотские методы. Вот, я сначала не понял, а потом до меня дошло в чем-то, собственно говоря, дело. Вот, поэтому император не зря все это изучал, потому что он очень мог быстро кончиться и передать дела своему старшему сыну. Вот, но это не все. Методы контроля, методы контроля эрекции были связаны с важнейшим элементом долгожительства, с сохранением мужского семени, как я уже говорил, да? Это мы учили императора даотские йоги и специально обученные женщины. Дело в том, что эти методы, они не для мужчин. Они для мужчин и для женщин. То есть, так как у женщин и мужчин немножко разная структура, энергетическая структура, да, и по-разному строены пологовором, естественно, что эти упражнения имеют разницу. Поэтому вот здесь, когда вы посмотрите ссылочки у вас, да, Ольга Кинула, там есть жертвский курс и мужской курс, и мужской курс, да? Вот, соответственно. Так вот, обучали специально обученные императора, специальные женщины, которые являлись тоже, которые обучались специально это техники у даотских йогов, соответственно, да? Вот, и даже есть специальные трактаты, древние исторические документы китайские, и все это, все это, соответственно, описывается. То, что было секретом даже для младших сыновей самого императора, не было секретом для мудрых даотских йогов. И держалось ими в секрете, потому что метод управления сексуальной энергией, способность контролируемой эрекции и земледвижения даровал человеку невероятную силу, я уже говорил, да? Человек мог стать князем, например, да? Долгие, долгие годы, это же так же могло дать ему долгие годы жизни и было одним из этапов обретения бессмертия. То есть вот эти техники, на самом деле, даотсы использовали не для того, чтобы обвести власть, не для того, чтобы иметь большое количество жен, допустим, или мужей, естественно, потому что среди даотсов были женщины также, даотские практикующие. В китайской системе это было довольно-таки, как это сказать, демократично в те времена. Вообще, как бы, среди йогов все это было очень демократично. Йоги, наверное, все являлись самыми первыми, так сказать, демократами в этом плане. То есть у них могли практиковать люди любого сословия, и, так сказать, практиковать йогу, и любого пола, и важно, так сказать. То есть дискриминации по половому признаку, или по приполовому признаку здесь не было. В наше время все кардинально изменилось. Бельшин ритм жизни и болезни обузданного потребления отвергнули взор современного человека от духовной сцены. Без настоящих бескорыстных последователей даотская йога стала приходить в упадок. Вместе с последними учителями канули в безусловление многих великим чин. Дело в том, что существует много различных технологий. Понимаете, вот эта техника сексуальной энергии, это не одна техника. На самом деле, в современном мире уже когда, да, когда мастера, когда ведь из-за того, что расстояние стали маленькими, транспорт, понимаете, государства объединялись и так далее, обмен международами и так далее. В Китае выяснилось в один-трекратный момент, что существует, оказывается, из глубины веков параллельно идущие, да, параллельно идущие линии передачи вот этих техник, которые даотские техники. И они никогда в жизни, на протяжении тысяч лет не соприкасались. Можно ли это сказать? То есть люди шли, практически достигали одного и того же. Почему? Потому что тело человека одинаково, понимаете, да? Соответственно, эвертийская структура одинаковая у человека. Две руки, две ноги, одна голова, так сказать, да, там, ну, половые органы, понимаете, да, туловище. Вот. То есть на самом деле, существовали разные системы этих духовных технологий. И вот эти вот до наших дней дошли не все. Некоторые погибли. Представляете, существовали тысячи лет эти технологии, да, секретные. И в наше время умерли. Почему? Потому что, потому что очень сильно изменился мир. Взаимоотношения между людьми очень сильно изменились. Вот, значит. И учения перестали быть ценными. Люди стали очень материальными. Появилось очень много людей, которые были некачественными учениками, которые могли взять учения, например, чисто в меркантильных целях, например, которые не следовали высшей, высшей цели этого учения. Да, брали, например, только для того, чтобы, например, чтобы у них была хорошая эрекция. И еще что-нибудь в этом роде, да. Вот. Соответственно, многие учения погибли. Не только китайцы. Да, китайцы. Вот. Соответственно, в связи с этим, значит, сообщество йогов, не только китайских, делало для себя определенные выводы. В ответ на это в наши дни целый ряд благ юридических линий не только в Китае, но и в Индии, и в Тибете приняли решение о рассекречивании великих учений, дабы заинтересовать в них народные массы. Процесс этот начался еще в 19 веке, но приобрел массовый характер только в конце 20-го. Особенно, когда Китай захватил Тибет, когда из Тибета огромное количество беженцев пошло, когда в Китае была эпоха, так сказать, культурной революции, маоизм был, да, когда тоже много мастеров, да, от них погибло просто, да. Соответственно, много людей вышло, ушло до предела Китая, до предела Тибета, вон, значит, индийцы тоже. Мир стал маленький, люди стали летать на самолетах, плавать на пароходах, и йоги стали путешествовать по миру, причем те йоги, которые обладали самыми секретными знаниями. И вот эти йоги, посмотревши на ситуацию, сделали вывод, что на самом деле пора рассекречивать, потому что та система, которая была раньше, вот, например, справа, справа, значит, находит фотография, значит, моего учителя, намкаиного Болин-Почи, и намкаин, ну, Болин-Почи, рассказал такую вещь, например, учение Дзок Чен, в периоде, великое совершенство, да, это высшая йога, аки-йога, так называемая, да, вот, это йоги, раньше, например, имели право передавать только от одного до трех учеников, и эта йога существовала. А сейчас практически получилась такая ситуация, что для того, чтобы сохранить учение, кто бы взял, понимаете, возьмите, возьмите учение, возьмите учение, да, а что, люди, что такое взять учение? Учение, это не значит, дайте мне, дайте мне, да, дайте мне там еще там, да, вот, это означает, что, если вы берете учение, если вы становитесь учеником, то вы берете реализовать его полностью. Не для того, чтобы, извините, пестик стоял, не для того, чтобы, не для того, чтобы, значит, печенку лечить, там, или позвоночник управлять, а для того, чтобы для высших духовных достижений, так сказать. Поэтому стало очень сложно, и именно поэтому, именно из этих неприятностей мы сейчас имеем возможность с вами, уникальную возможность, те учения, которые были секретными, за которые мы могли просто полу, отсечь очень быстро, если ты интересовался слишком резво, да, вот в Китае, например, сейчас мы их имеем вот просто вот так вот. В частности, мне, например, учение сексуальной, значит, работе в сексуальном энергии передал мой учитель Монтек Че, соответственно, он находится слева, слева, такой молодой, красивый китаец. Теперь о главном. В древности даосы искали эликсир бессмертия. Они проводили химические опыты, создавали сложнейшие лекарства, но в какой-то момент выяснилось, что эликсир, избавляющий от страданий и продлевающий жизнь, находится не вовне, а в самом человеке. И правда, было о том, что в Китае существует как бы две основных традиции, так называемые. Есть традиция внешнего эликсира и внутреннего эликсира. Эликсир, мы имеем в виду эликсир, как вы знаете, эликсир бессмертия. Так вот, традиция внешнего эликсира это те ученые, которые, древние ученые, китайские, которые пытались создать лекарства. Лекарства, волшебную пилюлю, так сказать, при помощи которой можно было жить и бессмертия, то хотя бы жить очень долго. И вот такую технику практиковал один из известных китайских долгожителей Ли Цинь Юнь. Ли Цинь Юнь прожил 264 года. Можете себе представить. Это вообще невероятно просто. Так вот, что Ли Цинь Юнь рассказал. Дело в том, что Ли Цинь Юнь жил очень скромно и никому ничего не говорил. Его рассеклители китайские чиновники. Потому что Китай всегда был, как и Россия, очень таким бюрократическим государством. И его, как вы знаете, фильм про горца был, что там какая-то женщина искала там, свитки старые, и выяснилось, что получается, что этот голень живет очень долго. Вот примерно та же история произошла с этим китайским Ли Цинь Юнем. Его рассеклители думали, что это какая-то коррупция, что это специально было как-то сделано, нашли документы. А выяснилось, что он действительно долгожитель, что он является доодским йогом. Так вот, он в первую половину своей жизни практиковал про техники внешнего эликсира. Он обладал знанием вот этих, как делать различных трав, минералов, вот такие вот волшебные пилюли, волшебные лекарства, так сказать, которые продлевали очень сильно жизнь. Он за 100 лет прожил, был как молодой человек. Он после 70 лет уже, да, был в императорской армии специалистом по боевым искусствам. То есть он, как бы, главный, так сказать, флагманский специалист, так сказать, вот, в этих вещах. И он воевал, можете себе представить. Вот. Ну, где-то около 100 лет, когда ему было, он встретил Даоса, который практиковал техники внутренней эликсира, то есть высшую технику. Те, которые связаны с управлением энергией. И этот Даос, этот Даос, этого Даоса было 500 лет, можете себе представить. 500 лет. И этот Даос дал ему эту технику, и он беспокойно дожил до 200, до 256 лет. И вот уже последний год, когда с ним разговаривали, он всем говорил, «Я хочу дома». Я хочу... То есть человек уже реализовал практически, он готовился к адресинной бессмертии, так сказать. Вот, что такое, в общем-то, древние техники, что такое эликсир, что такое внутренний эликсир. Даосы открыли существование энергии, которая заполняет всю Вселенную и каждого человека в отдельности. Они создали учение об энергии и научились этой энергией управлять. Даосы выяснили, что, во-первых, что энергия располагается в трех основных полостях тела, котла, нижнем дянь, дянь, среднем и верхнем. То есть три уровня энергии, как бы у нас, да, вот. Что энергия протекает по каналам и заставляет функционировать энергетические центры. Энергетические центры управляют всеми функциями человеческого существа. Чтобы жить долго и быть здоровым, необходимо гармонизировать энергию и накапливать, чтобы она заполнила главные второсистенные каналы, задействовав энергетические центры. Накапление энергии напоминает процесс возгонки и начинается в нижнем полости, в нижнем котлее. Это знаете, на что похоже? Это похоже, например, на гонку самогона. Вы знаете, самогонка гонится, и вот эта трубка там, когда идет, и когда идет фар идет, содержание спиртов, и трубка охлаждается, и конденсат, и конденсат стекает, и получается уже на спирт. спирт. Вот можно с этим самым сравнить соответственно техники, седоводской техники. То есть самая базовая. Для этого используется базовая сексуальная энергия, материально задействованная мужских и женских половых годов. То есть сексуальная энергия это не только то, что заставляет, то, что дает нам возможность заниматься сексом. Базовая сексуальная энергия это вообще базовая энергия, которая есть в нашем организме. Мы являемся либо здоровыми, либо больными. Либо живем долго, либо заканчиваем жизнь очень быстро. Соответственно эти техники похожи на такую вещь. Соответственно здесь мы используем вангонку высшие энергетические центры. Нижний уровень энергии мы с помощью специальных техник загоняем по энергетическим каналам в верхнем энергетическом центре и она правда преобразовывается. Преобразовывается в энергии более высокого уровня. И тогда мы обретаем как говорят даосы говорят создается так называемый зародыш бессмертного тела. Есть такая технология там очень интересно все описано но она настолько написана всякими загадочными словами и что об этом много говорилось в свое время и только современные даосы дали объяснение о чем же там пишется на самом деле что подозревать. Есть такое понятие в энергетической системе как сумречный язык вот сумречным языком это написано. Но для работы с сексуальной энергией необходимо серьезная подготовка дорогие друзья. Вы не можете просто взять и начать работать с сексуальной энергией. Нет, конечно можете только толку от этого будет мало. Очень мало и более того иногда некоторые люди могут от этого получить неприятности различных. Почему? Потому что когда энергия накапливается бесконтрольно допустим даже сексуальная то она может переливаться в различные энергетические каналы в которых нельзя находиться и создавать нарушения функциональные создавать психические нарушения у человека создавать функциональные человек начинает становиться как будто паралитиком дерганым допустим ему начинает галлюцинации поведения всякие чтобы этого не было к этому может человек прийти он будет упорно упорствовать в своей глупости и заниматься практиками к которым он не готов для того чтобы этого не было для того чтобы все было гладенько четко и вы подошли к этим практикам существует целый плац подготовительных практик на самом деле это не подготовительные практики почему? Потому что работа с сексуальной энергией тоже подготовительная практика к чему? к техникам обретения высшего духовного прочтения поэтому на самом деле все эти практики просто являются практиками определенных штукей так вот есть специальные подготовительные практики для того чтобы вы работаете с сексуальной энергией во первых крайне необходимо очистить и равновесить энергию если вы не очистите и не равновесите энергию и будете ее собирать тогда произойдет беда у вас начнутся проблемы потому как не равновесенная энергия как я уже говорил она может пойти немножко не пойти не тем путем и создать функциональные различные психологические нарушения вот чтобы этого не было соответственно необходимо ее очистить и равновесить сегодня я буду рассказывать вам о том как это делать что значит очистить и равновесить энергию обычно люди все склонны к тому что ума видно г ну давайте что такое энергия. Вы видели энергию? Если вы не видели, как вы можете говорить о том, что что-то надо очистить, как картошку ее почистить, или может рвановесить, на весе ее повесить. То есть эти вещи на самом деле имеют определенное значение. И с этим мы сегодня с вами разберемся. Далее. Необходимо собрать, когда энергия уже рвановешена, когда она имеет нормальное, когда она становится у вас, она имеет нормальное, когда она у вас находится в положительном состоянии, соответственно, необходимо собрать ту часть энергии, которая уже есть. Дело в том, что существует иллюзия у людей о том, что энергию можно откуда-то собрать. Откуда-то берется. На самом деле, это один из больших секретов йоги вообще таковой, в частности, Далойской йоги. Дело в том, что собрать энергию можно от стока стула, который вырабатывает уже наш организм. Вы скажете, ну как же так? На самом деле, на самом деле, для того, чтобы собрать энергию, нужно и сэкономить. Таким образом, дело в том, что человеческий организм, наше существо, имеет два вида энергии. Как говорят даосы, дорожденные энергии и послерожденные энергии. Дорожденные энергии – это та энергия, с которой мы приходим в прошлой жизни. То есть, это энергия, как сказать, энергия нашего ДНК. ДНК – заложены все признаки нашего существа. Какое у нас лицо, какое тело, какое у нас тело, селищно-сосудистая система и прочие-прочие вещи. Так вот, эта энергия, о которой говорится в современной медицине, как ДНК, например, это энергия пренатальная. Это энергия, которую мы заработали жизнью в прошлой жизни. И благодаря этой энергии, то есть, нашему физическому телу, мы можем вырабатывать определенное количество энергии для своих внутренних нужд. При помощи чего? Когда мы употребляем внешнюю энергию, например, употребляем пищу, воздух и так далее, то в течение суток организм вырабатывает примерно 100% энергии, которую он потом потребляет. На самом деле, молодой человек потребляет от 100% выработанной энергии, допустим, всего 50 или 70. У него в активе остается 50 или 70% энергии. Поэтому молодые люди такие прыгучие, такие веселые, такие крепкие и так далее. Но, по временем, молодой человек включается в повседневную жизнь. Мужчины работают на тяжелых работах, испытывают стрессы, женщины рожают детей, тоже испытывают стрессы. И постепенно, постепенно получается такая вещь, что человек зарабатывает, человек вырабатывает, допустим, 100%, а тратит, например, уже 95%. А потом зарабатывает 100%, а тратит, и тут же тратит 100%. И тогда начинается жизнь катиться под отход. Человек начинает болеть, у него все выходит из строя. То есть, если раньше у него какие-то болячки там возникали, то тут начинается процесс старения, старения и деградации. Так вот, в чем секрет заключается? Секрет заключается в том, чтобы убрать все те поглотители энергии, которые мы с вами создали в течение жизни. Это различные негативные привычки эмоциональные, различные вредные привычки и так далее. И, соответственно, если мы сможем это сделать, тогда у нас снова будет запас энергии. И этот запас энергии можно направить на восстановление нашего тела. Наше тело обладает способностью самовосстанавливаться. Что это значит? Это значит, что если вы покупаете легковой автомобиль, если вы, допустим, когда его парковали, не вписались и, допустим, удали в столб, то, соответственно, банкер, которым вы ударились, он сломался, он там повнулся, мялся, он сам восстановиться не может. Для этого нужно покупать новый банкер. Если вы, допустим, нечаянно, допустим, подкользнулись и ударились, и получили, допустим, травму какую-то, ушиб, например, и разрез, то ваше тело через некоторое время все это заживет. Может, шрамик где-то останется, но в основном все будет нормально функционировать. Это особенность живых систем. Поэтому, за счет чего организм сам все заживает? Потому что у организма есть энергия. Почему пожилому человеку намного страшнее, например, ломать кости, чем молодому? Потому что пожилого человека кости уже не хотят сращиваться. Это очень тяжело. Почему они не сращиваются? Потому что нет энергии. Нечем восстанавливаться. Поэтому, 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 соответственно, необходимо экономить энергию для того, чтобы она оставалась и восстанавливала наш организм. Далее, что необходимо сделать? Вы накопили энергию. Необходимо открыть, то есть очистить этой энергией главные энергетические каналы, чтобы они пропустили через себя мощный поток взрывчатой сексуальной энергии. Уже при выполнении упражнений подбора энергии, примерно через месяц занятий, у большинства мужчин с утра обнаруживается самопроизвольная эрекция. А у женщин стабилизируется, стабилизация, возникает стабилизация месячного цикла, что является признаком начала выздоровления. То есть эти техники сами по себе уже обладают способности оздоравливать человека, восстанавливать его. Это мы еще до сексуальной энергии даже не дошли с вами. При подготовке к работе с сексуальной энергией мы начинаем с уравновешенной энергии, потому что накапливать неуравновешенную энергию опасно и бесполезно. Это все равно, что носить воду в решете из долера со сведерными крокодилами. Что такое носить воду в решете? Это означает делать что-то бесполезное. Почему энергию бесполезно накапливать неуравновешенную? Потому что неуравновешенная энергия все равно будет истекать. То есть она будет за счет ваших негативных различных эмоций, которые будут у вас увеличиваться наоборот, соответственно будет истекать и вы будете получать, вы накапливаете энергию и тратите ее. И благодаря такой технике вы наоборот можете очень быстро ждутся, стать очень больным. То есть есть люди, которые занимаются различными юридическими недовольственными техниками, энергетическими имеются, не понимая этих принципов. И они попадают в ловушку этого и они вдруг обнаруживают, что после практики вроде бы здравительных методов они становятся очень больными. Почему они становятся очень больными? Потому что они нарушают этот принцип. Что такое тягать воду из озера со серебряными крокодилами? Это делать что-то очень опасное. Накапливать неуравновешенную энергию это очень опасно. Почему? Потому что неуравновешенная если человек будет очень упертым допустим представить себе что этот человек еще не пожилой скажем так такой еще молодой и амбициозный и он говорит я великий экстрасенс я великий допустим йог я все равно накаплю и так далее он накапливает накапливает много энергии на этой почве у него эта энергия когда накапливается много вдруг начинает прорываться вверх верхние энергетические центры и начинает нарушать работу энергетических центров. это похоже на эти процессы которые начинают происходить с человеком похожи на эпилепсию но впоследствии звучит на хуже потому что человек после этого у него возникает нарушение которое современной медицины не лечит для того чтобы его вылечить ему нужно обратиться к даотскому специалисту который практикует данные методы это не всегда не всегда не всегда факт что он может если он сойдет с ума с ума то уже никто ему не поможет потому что сумасшедшему человеку объяснить что-либо очень трудно почему это опасно почему нужно энергию уравновешивать но если вы уравновешиваете энергию допустим вы дратите 10-15 минут в день всего это вполне достаточно для того чтобы получить эффект для того чтобы смягчить энергию эмоция ну какой уравновесить это означает что вы значит значит это означает что вы извиняюсь меня заклинило немножко значит это означает что ваши негативные эмоции которые вы испытываете должны быть преобразованы в положительные эмоции lance то есть ваша энергия это эмоции Если эмоциональная энергия положительная, если вы перестанете на смерть, злиться, раздражаться, постоянно беспокоиться и так далее. Соответственно, вот эту энергию можно накапливать. Если же человек является просто человеком, а обыкновенный человек, даже не обязательно больной, этот человек испытывает постоянно негативные эмоции, и вот в таком состоянии он начинает накапливать энергию, это заканчивается довольно-таки плохо. Первое из упражнений на урновешивание энергии, на преобразование, призвано удалить из органов горячую негативную энергию, которая накапливается в течение дня. Дело в том, что наши эмоции, наши негативные эмоции, они напрямую связаны с нашим физическим телом, с мышцами, сухожилиями. Наша негативная, соответственно, наша эмоциональная энергия также связана с внутренним органом. Внутренние органы, внутренние органы, такие же, как сердце, легкие, печень, да, они являются как бы матерями и отцами различных видов нашей энергии, различных видов нашей эмоции. Поэтому, когда, например, мы испытываем много ненависти, или мы очень суетливые, постоянно куда-то торопимся, такие торопыги такие, знаете, вот, то из-за этого ранится сердце. Что происходит? Дело в том, что сердце, сердце, да, и все эти органы плотные окружает, окружает фасциальная оболочка, такая плевра своеобразная. И вот эта фасциальная оболочка, на самом деле, является не только физической защитой органа, то есть она прикрепляет его, удерживает там внутри, да, но она является также, на энергетическом уровне, является энергетическим экраном. И вот эта энергия наших негативных эмоций, она материализуется в виде жара, в виде жара, и такой, знаете, жесткого жара такого. И этот жар начинает проникать в орган. И вот эта фасциальная оболочка, она на самом деле является энергетическим экраном. И вот, когда человек накапливает много какого-то вида эмоций, да, вот, эта эмоция, соответственно, поражает, поражает, поражает соответствующую фасциальную оболочку в соответствующем органах. И в один трекорс момент возникает пробой. И тогда орган поражается, но поражается не просто орган, вы должны понять, что органы эти основные являются только вершиной пирамиды. На самом деле они являются царями, главами целых функциональных систем. И начинается нарушение функциональных систем. А это значительно хуже, чем просто болезнь сердца или еще что-нибудь подобное. И на эту технику требуется по вечерам всего от 7 до 10 минут, не больше. Здесь много. Обычно 7 минут хватает для того, чтобы удалить. Те люди, кто используют эту технику, эта техника очень хорошо помогает не только в эмоциональном плане, эта техника очень хорошо помогает для детоксикации нутраниходов. Кто, кто выполняет эту технику, начинает в один момент чувствовать интересные вещи. Дуб у человека начинает возникать метеоризм, а гороха он не ел. У человека начинает возникать, допустим, отрыжка, потливость, например, пот выделяется начинает и так далее. Это означает, что начинается очистка организмов при помощи этой техники. Кроме того, эта техника очень хорошо помогает людям, у которых есть проблемы с опухолем. Не важно, это про качество или злокачество. Очень хороший пособник, который решает эти вопросы. То есть, людям, у которых есть, допустим, рак, я бы очень рекомендовал выполнять именно вот это упражнение. Далее. Далее второе упражнение. Второе упражнение более высокого уровня. Оно не удаляет энергию, а преобразует из негативного состояния в положительное. Ведь у нас нет так много энергии, чтобы дело выбрасывать на помойку. То есть, второе упражнение не удаляет. Что оно делает? Энергия, энергия, как говорят тибетцы, да, это как золото. Не в смысле, что это все такое очень важное такое золото, да. И они говорят так, из золота можно вылить статую Будды и поклоняться статуе Будды. А можно из золота вылить горшок и писать, и качать туда. То есть, золото от того, что ты вылишь Будду из него, допустим, или сделаешь горшок для, так сказать, для экспериментов, да, то, соответственно, золото не меняет свои качества. Поэтому говорят о том, что энергия может преобразоваться. Может и должна быть преобразована. Поэтому вот это второе упражнение выполняет очень интересную вещь. Оно преобразовывает негативную жесткую энергию в положительную. И таким образом мы эту энергию сохраняем. Вот на этом уровне уже начинается накопление энергии. Энергия, которая не преобразована, энергия, которая жесткая, негативная, она выходит из нас. Мы ее теряем в виде различных болезней, которые с нами происходят из-за этого, различных негативных эмоций, которые мы фонтанируем по любому поводу, да. А здесь получается такая вещь, что эта энергия просто преобразуется в положительное поле. И тогда она у нас в активе. А так как я уже объяснял, что человек, это живая система, да, если у него есть достаточное количество энергии, то эту энергию организм сам знает, куда он направляет. Организму не надо рассказывать, что у него болит колено. Организму не надо рассказывать, что у него болит там голова, да. Ничего что-нибудь в этом роде. Организм все знает сам. Вот. И он направляет, соответственно, вы начинаете просто выздоравливать. Соответственно. Какие здесь упражнения? Это упражнение одно, может встретиться, но из трех частей. Первое упражнение для оздоровления плотных органов. Но здесь не только плотные органы, здесь мы много работаем с железами внутренней секреции, а именно с гормональными органами. Поэтому эти упражнения очень хороши для тех, у кого есть гормональные нарушения. То есть мы здесь работаем с плотными органами. Сердце, легкие, печень, почки, ребенка, поджелудочная железа, и работаем, соответственно, здесь с щитовидной железой, с тимусом, работаем с поджелудочной железой, с почечниками и половыми органами, соответственно, работаем. И когда мы с ними работаем, здесь специальная техника есть. Техника внутренней улыбки. Очень многие эту технику уже уберут на вооружение, в интернете я много ролика видел, но многие люди не понимают, как это на самом деле работает. Эту технику надо объяснить. Для того, чтобы хорошо это все выполнять, необходимо понимать, как эта техника работает. Потому что многие люди не доверяют и говорят, ну, улыбается человек. Надо не просто улыбаться, надо знать, как это делать, в чем так дело. И вот, соответственно, в моем курсе, о котором я говорил, о котором я вам предлагал, вот ссылочки находятся, да, соответственно, находятся все эти техники, которыми я учу здесь, да. Вот. Второе упражнение. Второе упражнение уникально тем, что здесь мы исцеляем практически весь желудочный кишечник, начиная от пола спирта и заканчивая анусом. Полностью всего червяка нашего, мы полностью их целяем, значит, это упражнение позволяет, позволяет искрить пищеварительную систему и устранить все проблемы, связанные с опухолями и с опухолями и с ядрами в желудочно-кишечном тракте. И здесь используется техника золотого эликсира, то есть здесь мы вырабатываем, при помощи специальной техники вырабатывается слюна, эта слюна насыщена определенными, определенными миодами и определенными ферментами. И, соответственно, при помощи нее мы потом пропускаем, пропускаем по телу, да, и полностью заживляем все раны и уничтожаем все опухоли. Третье упражнение уникально тем, что здесь мы работаем, значит, с центральной нервной системой. Но не только. Дело в том, что мы здесь работаем с мозгом и со спирным мозгом и полностью все это восстанавливаем. При помощи специальной, положительной, мы преобразуем энергию в положительное качество и начинаем ей исцелять свое собственное тело. Но здесь в чем дело? Здесь мы работаем не просто с мозгом, мы там работаем с гипофизом, шишковидной железой и другими различными органами, соответственно. А гипофиз и шишковидная железа – это цари. Цари, царица, собственно говоря, гормональной системы. В частности, гипофиз – это дирижер гормональной системы. Если гипофиз здоровый, то все остальные проблемы, у некоторых людей, у некоторых бедных женщин проблемы, у них там усы растут, бороды иногда даже растут. Нарушения возникают, связанные с этим. Если эти вещи все в норме, то эти проблемы попадают. Их, соответственно, не будет. Кроме того, здесь мы работаем с костным мозгом. Почему? Потому что техника работы с костным мозгом – это первая техника, которая связана с дамотской йогой самоложением. Почему? Если вы покупаете молодую курочку с фабрики, это молодая курочка обычно, и варите ее, а потом разламываете косточку и смотрите, а внутри косточки такая красная губчатое масло – это костный мозг. Если вы сварите такую же, то есть старую несушку какую-нибудь, и сварите ее, разломите кость, прудом она будет такая твердая очень, то внутри обнаружится, как и жир. Там не будет костного мозга, будет жир. Почему? Потому что уже это животное старое, и костный мозг, который регулирует процессы омоложения. Многие женщины хотят быть молодыми и красивыми, хотят никогда, чтобы не было морщин, хотят, чтобы тело было красивое, цвет кожи был хороший, волосы не выпадали. Так вот, это связано с качествами костного мозга. И вот это упражнение, оно, третье упражнение работает с восстановлением костного мозга. Если костный мозг восстанавливается, постепенно восстанавливается, если, допустим, вы не станете морозенькими, да, то, во всяком случае, процессы омоложения себя проявят. Вот эти три упражнения являются одним упражнением. Идем дальше. Освоив эти упражнения, вы можете смело выполнять упражнения по накоплению энергии, так как горячая и нерновешенная энергия не сожжет больше ваши каналы и не фрормирует органы. Кроме того, вы получите уникальный метод исцеления любого органа и системы своего тела в ручном режиме. То есть вот эти два упражнения, в некоторых случаях, в некоторых людей, их уже достаточно для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь, на самом деле. Второе упражнение, ну, там минут 20 на минуты, это нужно для того, чтобы все выполнить, скажем так. Первое там от 7 до 10 минут, а потом второе минут 20. Но нужно это делать регулярно, конечно. Чтобы накапливать энергию, необходимо понимать основные принципы этого процесса. Для этого нужно понять, что наше существо состоит из трех этажей. Тело, энергии и ума. И что накопление энергии, это прежде всего ее экономия. Дорогие, я уже объяснял это, да? Те, кто пришел позже, не слышали, на самом деле для того, чтобы накопить энергию, ее нужно, собственно, сэкономить. То есть нужно сэкономить ту энергию, которую уже вырабатывает организм при помощи, когда употребляет пищу и воздух. Если мы не научимся экономить энергию, соответственно, мы будем иметь большие-большие проблемы. Фундаментально накопление энергии выглядит примерно таким образом. Необходимо научиться экономить энергию на трех уровнях. На уровне тела, на уровне энергии и на уровне ума. Ума сознания. Начинаем обычно с правильной постановки расслабления тела. Необходимо принять положение, при котором с одной стороны мы имеем максимальное расслабление, а с другой имеем максимальную свободу дыхания и прямо с удовольствием к каналу. То есть тут множество секретов есть. Нужно не просто сесть на стульчик, нужно понимать структуру, за счет чего тело может расслабиться. Дело в том, что очень важный фактор, который я здесь написал, это то, что вы должны находиться в полном осознавании. Вы не можете спать. Если вы спите, вы ничего не находите. То есть, если, допустим, можно было просто лечь и расслабиться и спать, тогда мы бы с вами могли накопить энергию. Дело в том, что мы и так это делаем. То есть сон является системой подзарядки нашего органа, отдыха и подзарядки. Но если мы хотим сделать что-то осознанное, накапливать энергию, для этого необходимо сначала понять, как работать с телом. Если мы знаем, как правильно структурировать тело, соответственно, мы можем его полностью расслабить и высвободить огромное количество энергии, которое находится в зажимах. То есть в нашем физическом теле огромное количество зажимов, особенно в лице, например, везде, в мышцах. И в этих зажимах кроются различные энергетические нарушения. На самом деле. Очень много разговоров о чакрах, о каналах, но большинство людей не обращают внимания на то, что на самом деле все эти проблемы энергетические, они находятся просто в физическом теле. И вот при помощи этой первой технологии мы высвобождаем эту энергию из этих зажимов. Второе, значит. После того, как мы научились правильно сидеть, не йога там какая-то, а правильно просто сидеть на стульчике, да? И научились расслабляться, да? Если мы правильно сидим, то и тело, и у нас энергетические каналы прямые, да? И дыхание у нас свободное, да? Соответственно, при правильном положении тела у нас возникает естественное йоговское дыхание. Что такое естественное йоговское дыхание? Ну, здесь много женщин обычно, да? У нас очень мало бывает. Так вот, вспомните, дорогие женщины, когда у вас были маленькие детки, да? И когда эти маленькие детки лежали, допустим, летом в кроватке, например, да? Жара такая, ребеночек лежит в кроватке, да? Он еще такой, не смышленый совсем. И у него живот сам по себе дышит. Такое ощущение, как будто у него живот обладает целая собственная жизнь, да? Вот это естественное дыхание. Но, когда я говорю о естественном йоговском дыхании, я говорю не о том, нужно заставлять себя дышать животом. Некоторые салоны так и начинают. О, надо дышать диапрагмальным дыханием, да? Дорогие друзья, это глупость. Почему? Потому что самое главное, что нужно делать в йоге, это принять правильное положение, при котором расслабляются определенные группы мышц, да? И они, соответственно, у вас высвобождается естественное йоговское дыхание. Оно будет само появиться. Если это дыхание высвобождается, вы, соответственно, начинаете работать с режимами дыхания. Там очень простые режимы дыхания. Дорогие этому дыхание полностью расслабляется. А если дыхание расслабляется, расслабляется все, что связано с эмоциями энергии, с вашими эмоциями. Понимаете? Эмоция расслабляется, все вот эти ваши зажимы, все ваши страхи, все ваши беспокойства, которые давно уже ушли в подпознание. И они там вас жрут днем и ночью, и во снах, и в бодрствии. Они вас кидают просто поедом. И вы болеете страшными заболеваниями различными, потому что у вас нет энергии, потому что все это внутри живет в собственной жизни. И вот благодаря ослаблению дыхания и правильному дыханию, вы все это высвобождаете. И высвобождает огромное количество энергии снова. То есть тело высвободилось, энергия высвободилось, эмоции высвободили. И после этого мы приходим к третьему, к следующему этапу. И, наконец, мы должны максимально расслабить свой ум и приостановить все происходящие в нем процессы. Этого мы добиваемся, приведя его в однонаправленное состояние. То есть, что такое однонаправленное состояние? Это когда человек удерживает ум, свое внимание на каком-то объекте. Это может быть звук, это может быть видимый объект, это может быть ощущение в теле. Но, в частности, допустим, мы с вами говорим, допустим, о видимом объекте. Допустим, какая-то точка на обоях, например, или на шкафу. Если вы, допустим, способны удерживать внимание, мягко, не напрягаясь так вот, удерживать внимание, а научитесь расслабляться, да, и удерживать внимание, то вы обнаружите, что это сделать очень трудно. Почему? Потому что ваш ум сгудоражен, всю жизнь он был такой, как обезьяна скачущая, с места на место и такая дергающаяся все. Как только человек берет под контроль свой ум при помощи техники однонаправленности, мыслей становится меньше, мыслей становится меньше, но мысли не надо уничтожать. Некоторые, я слышал таких умников, которые говорят, надо остановить мысли, надо остановить внутренний диалог там и так далее. Значит, во-первых, мысли, остановка мыслей и остановка внутреннего диалога это разные вещи совершенно, да, а во-вторых, мысли остановить нельзя. Мысли являются естественным проявлением нашей энергии. Наша задача – удержать внимание на без. Мысли возникают, пускай возникают, если вы ей переключаете внимание на мысль, она не будет продолжаться, понимаете? То есть не будет ассоциаций и не будет ассоциативного мышления. Если мысли просто возникают, они возникают, знаете, как ухи бьются, бьются, прозрачное стекло автомобиля, когда он видит, да, бам-брам-брам-брам-брам, и все, ничего не происходит, да. То же самое и здесь совершенно. Поэтому если ум направлен, мыслей становится все меньше и меньше, вот, и вы обретаете, обретаете состояние равновешенности и покоя. И высвобождается огромнейшее количество энергии. И вот это начинает, и это все обрушивает расслабление. То есть, когда расслабляется ум, начинается вторичное расслабление, опять-таки, энергетического уровня, то есть эмоционального, да, и телесного. Тело еще больше расслабляет. И тогда высвобождается очень много энергии. Куда эту энергию девать? Дело в том, что энергия высвободилась, теперь ее нужно куда-то деть, ее нужно накопить. Замаякая круг, мы не просто делаем ум одноправленно, но и собираем его в особой части нашего тела. Вы знаете, что некоторые смеются? Что делают юги? А, юги созерцают пупок. Так вот, на самом деле, юги не просто пупок созерцают, юги делают очень серьезные вещи. Они знают, что они делают. Прежде чем просто тупо смотреть на пупок или ощущать его, да, юги делают еще много вещей, о которых я вам рассказал до этого, да, соответственно. И вот после этого, соответственно, значит, юг созерцает внимание на специальном месте, это точка ниже пупка на четыре пальца, внутри тела, которая отвечает, энергетически отвечает за телесное формирование и восстановление нашего организма. Таким образом, мы создаем условия для накопления энергии, телесного наложения и регенерации тканей. Накапливается энергия, начинает заполнять главные энергетические каналы, перетекать из них в каналы, управляющие конкретными органами и функциями, в результате чего энергии становится все больше и больше, и многие болезни начинают просто исчезать. То есть энергия накапливается, начинает заполнять главные энергетические каналы, их второстепенные. А что такое второстепенные энергетические каналы? Это канал сердца, печени, легких, да? Соответственно, если у вас проблемы с печенью, печень начинает выздоровлять. Если у вас были проблемы с сердцем, сердце начинает выздоровлять. Вот таким вот образом это все работает. Чтобы не пускать в течение накопленной энергии И на самотек, что может привести к неприятным последствиям, мы учимся ее направлять по каналам и складировать в специальных сетях тела. Для этого изучается фундаментальная техника даотской йоги – открытие энергетических каналов малого энергетического проба. При этом энергии становится еще больше. Она очищает и заполняет главные энергетические каналы, делая их способными пропускать сексуальную энергию. И тут мы с вами подходим к технике сексуальной энергии, как таковой. После специальной подготовки мы приступаем к упражнениям по контролю и накоплению сексуальной энергии. Первое упражнение. Если каналы очищены и готовы к работе, то все начинается с фестикулярного дыхания. Ну, фестикулярное – это для мужчин, а для женщин – яичниковое дыхание. Базовая энергия сексуальной энергии вырабатывается и находится в мужских свинечках и женских свинечников. Именно ее отсутствие сделает нас старыми, больными и неспособными к зачатинам. Именно ее отсутствие в 95% случаев приводит к отсутствию, например, эрекции у мужчин. Именно ее отсутствие приводит к слабой сопротивляемости инфекциям, гормональным нарушениям и возникновению новообразованиям. Именно данная техника дыхания с использованием сокращения урогенитальной диафрагмы не только избавляет нас от женских и мужских заболеваний, но и позволяет совершать пролонгированный половой акт, издлиненный половой акт. То есть контролировать эрекуляцию выброс спермы для мужчин. А женщинам, соответственно, женщине и женщина позволяют управлять сексуальной энергией. Как это делается? Это делается при помощи специальных мышц, в первую очередь. Дело в том, что в теле человека есть несколько видов диафрагмы. Есть дыхательная диафрагма, есть диафрагма стазовая, есть мочеполовая диафрагма. Мочеполовая, значит, урогенитальная диафрагма. И вот эта урогенитальная диафрагма является той самой мышцей, той самой энергией, она является на материальном уровне той самой чакрой Муладхары. То есть чакра Муладхара – это не какой-то там кругляшок, который находится внизу. Чакра Муладхара – это урогенитальная диафрагма человека на физическом уровне, чтобы вы понимали. И вот эта урогенитальная диафрагма, соответственно, управляет, научившись ей управлять, соответственно, мы можем возгонять сексуальную энергию, которая находится у мужчин и яичников, у женщин и яичников, по уже очищенным каналам вверх головной мозг. Когда эта энергия начинает сыграть на головном мозге, головной мозг, значит, головной мозг на клетке головного мозга начинает оживать. То есть это означает, что, говорят ученые, что головной мозг использует только сколько там, 11 или 13 процентов своей мощности, да. Остальные клетки не задействованы. Так вот, когда это происходит, начинает задействование на остальных клеток. Начинают возникать различные феномены. Потом, когда вы накопили уже эту энергию, она начинает опускаться вниз и замыкает. То есть вы замыкаете в малый энергетический контур, да, и благодаря этому происходит та самая воздовка энергии, переработка. И организм начинает восстанавливаться. Что происходит? Что происходит? Начинают происходить очень интересные вещи. Ну, во-первых, вы начинаете ощущать, что ваши жидкости различные, да, жидкости вашего тела начинают иметь нормальный запах. То есть, например, если вы, допустим, уже пожилой человек и чувствуете, что запахи, запахи, допустим, ваших различных слизей, допустим, экспериментов и так далее, начиная, наверное, уже такое, вообще неприятное очень, да, то через какое-то время вы начинаете обнаруживать, что, допустим, ваш пот, ваш пот, например, там, и ваша моча, например, начинает издавать такой благоухающий запах. Почему? Потому что они в организме происходят процесс омоложения, и ваша моча становится какого-то маленького ребенка. А, соответственно, то же самое, соответственно, с калом, допустим, то же самое с потом, то же самое с различными выделениями и так далее. То есть происходит очень серьезная трансформация в организме, очень серьезные изменения происходят. Вот. Это приводит к очень серьезным омоложающим, соответственно, эффектам. Интересно это ощущается. Это о том, что мужская энергия, мужская энергия, значит, спокойная, мужская сексуальная энергия в спокойном состоянии на холодном. И когда она поднимается вверх, вы ее ощущаете как холодную. И когда она попадает в голову, тоже приятная прохлада ощущается. А потом, когда она начинает стекать по переднему каналу, то такое ощущение, как будто с неба капает, ну, что-то типа канонасовый сок, или такой ментол, такой, что-то, знаете, приятное, прохладное, мятой отдает такое ощущение. На самом деле ничего не стекает, просто такой эффект ощущения создается, когда энергия потекает. Вот это первое упражнение, соответственно. Давайте научимся простейшей технике контроля сексуального желания. Я вам обещал. Значит, дело в том, что сексуальное желание, на самом деле, это такая же эмоция, как все остальные эмоции. Неважно, положительная, отрицательная, это эмоция. И как любая эмоция в нашем теле имеет несущую прану. Прана – это энергия. То есть каждая эмоция, на самом деле, это не просто эмоция. Это для обыкновенного человека эмоция, это эмоция. Сейчас я объясню. Когда вы начинаете практиковать специальные практики, вы обнаружите, что эмоции – это не совсем то, что вы думаете. На самом деле эмоции исходят из вашего тела. Они не исходят от кого-то из ума. Это не менее что бесплодное. Эмоции в Тибете говорят о том, что Тибете вообще прану, энергию символизирует в виде коня. Так вот, представьте себе, что ваша эмоция, для того, чтобы она проявилась, она несущая прану. Несущая прану для страха, несущая прану для сексуального желания, для страсти и так далее. Как это можно узнать? Для начала попробуйте поработать не с сексуальным желанием, а поработайте с различными эмоциями. Например, вы начинаете испытывать раздражение. Человеку раздражение постоянно, по любому поводу. Вы испытите раздражение. Вспомните, что я вам говорил, и тут же расслабьтесь. Расслабьтесь и отвлеките внимание от объекта раздражения. То есть, если вас раздражает какой-то человек, ребенок там, или, допустим, ваш муж или жена раздражает, отвлекитесь немедленно от него и ощутите эту эмоцию, почувствуйте эту эмоцию, как она, ощущение со мной. Переключите внимание на эмоцию. И вы обнаружите, что эмоция обладает материальной сущностью. Она, во-первых, она находится в определенной части тела. Она ощущается. И вот это материальное ощущение, которое вы будете испытывать, это грубая, так называемая, грубая прана, грубая энергия. Она является тем самым конем, тем самым несущим праном. Если вы расслабитесь в этот момент, если вы расслабитесь в этот момент, и будете просто созерцать это ощущение, то вы полностью выходите из-под контроля этой эмоции. Эмоция перестает быть тем, чем она была до вас до этого. То есть вы выходите из-под контроля. То есть что-то такое. Человек, например, в порыве эмоций может натворить все, чего угодно. Например, вы являетесь верной женой или верным мужем, но вам очень понравился какой-то мужчина или женщина. У вас возникает желание, вы все больше об этом думаете и так далее. И в конце концов совершается, допустим, неизменно, и вас застукали, и возникла куча неприятности. Вы думаете, нафига я все это нужно было? Ну тогда, когда вы хотели, естественно, что вы думали совсем о другом. Так вот, любая эмоция, не только сексуальное желание, можно контролировать таким образом. Попытайтесь ознакомиться поближе со своими эмоциями. Как только вы ознакомитесь с ним, вы обнаружите, что эмоции – это не просто реакции на, реакция на какой-то раздражитель, на какого-то человека. Это то, что вживет вас все время. И на самом деле, если у вас этого нет, а этого можно практически полностью специально стеснить, то вы и сердиться не будете. Понимаете? Подсоответственно. Вот, собственно говоря, как можно контролировать. И еще, и еще что. Если вы испытываете сексуальное желание какому-то человеку, вы увидели красивую девушку или красивого мужчину. Ну, зависит лицо противоположного повода. Попробуйте, что сделать. Не сосредотачивайте внимание остро на этом человеке. Просто расслабьтесь и краем глаза, как бы, своим вниманием, сосредоточьте внимание на ощущение, которое происходит в вашем теле, которое вы ощущаете. И это ощущение может превратиться в очень приятное, очень приятное такое блаженное состояние, которое совершенно вас не привязывает к этому человеку. То есть вы можете получить очень много интересных вещей. Вот, собственно говоря, вот таким образом с этим можно работать. Далее. Следующее упражнение. Мошоночное сжатие. После того, как вы освоили, научились вытягивать холодную сексуальную энергию вверх, макушку, да, мужчины из яички, кстати, мужчины тянуты из яичек, да, а женщины из яичников тянутся. И у мужчин тут очень интересная техника. Дело в том, что у мужчин есть, в отличие от женщин, еще одна диафрагма. У мужчин есть так называемая мошонка. Мошонка – это мышечный орган, это диафрагма самонастоящая. И ее можно научить, и можно заставить ее работать. И когда она будет работать, соответственно, вы как помпой будете закачивать, мужчина закачивает энергию вверх. И последствия от этого очень-очень серьезные, в хорошем смысле серьезные. И, соответственно, полностью оздоравливающий ваш организм, делающий вас очень таким, делающий очень ясный ум и очень крепкую волю. Следующее упражнение – мошоночное сжатие. Чтобы увеличивать мужскую и женскую силу, и активизировать возгонку сексуальной энергии в высшие центры, используйте специальный метод, позволяющий закачивать, закачать энергию вдоха в яички. В упражнении мужские яички и женские яичники, соответственно, в упражнении включаются все основные диафрагмы тела, что делает не только замечательную эрекцию мужчине, но и избавляет от болезней органов малого таза. Мужчины, выполняющие это упражнение регулярно, не знают, что такое простатит и аденома. Женщины, выполняющие это упражнение регулярно, вообще не знают, что такое женские болезни и проблемы сексуального характера. То есть всякие проблемы там у мужчин и женщин, например, с водой, у женщин, мужчины с водой там прописаться никак не могут, постоянно бегают, там у них проблемы с аденомой, там, просто питом, да, а у женщин другая проблема, у женщин короткие мочи точечные, и женщины движут, потому что расслабляет и постоянно, постоянно, так сказать, выходит, выходит моча, это большая проблема и большой дискомфорт создает человеку. Вот, чтобы этого не было, вот это упражнение второе, оно уникальное, потому что здесь мы включаем, впервые включаем на мощность, так сказать, нашей диафрагмы нашего тела, и они становятся настолько тренированными, да, и качают такое большое количество энергии в высшие центры, да, что внизу, внизу у нас уже не возникает, то есть никаких выпадений там у женщин бегать не может. У мужчин какая-то там аденома, блин, развивается, вообще не может ничего этого быть. Почему? Потому что все эти процессы полностью, полностью это, вот полынорганы перерождаются, они полностью омолаживают. Если там профессор Преображенский, там, в собачьем сердце, да, женщине там, я забыл, там, яичники там, с сапки бабулинами стали, я уже не помню, а везьяны, по-моему, там, да, я ей вставлял, да, то здесь ничего вставлять не надо, вы восстанавливаете свои собственные половые органы, собственно говоря. Так вот, эта техника очень интересная, вот, и делается она таким образом, что мы закачиваем энергию, женщины закачивают энергию, значит, в яичнике, а женщины в яичнике, а мужчины в яичнике. Из-за этого возникает резкий подъем энергии вверх в центральный энергетический канал. И когда эта энергия резко выпадает в голову, возникает очень много, очень много, очень много приятных эффектов различных. То есть человек испытывает, что такое действительно открытие чата, по-самблее. И это приводит к развитию высших энергетических центров. Тогда человек начинает получать титки, то есть сверхвозможности. И первые титки, то есть сверхвозможности, которые он получает, это то, что он начинает вдруг обнаружить, что он просто знает, что ему нужно делать во многих вещах. Если раньше он думал, морщил лоб и не мог сообразить никак, не все время думал, что он неудачник и так далее, то тут независимо от пола и возраста он вдруг начинает все легко понимать, что ему нужно и как делать. Человек становится довольно-таки успешным в жизни, как таково это вообще. К тому же у него появляется, он начинает ощущать совсем по-другому жизнь. Жизнь становится плашным нектаром, скажем так, удовольствием. Вот, собственно, и такое упражнение. И мы сейчас с вами выполним, поэкспериментируем с направлением сексуальной энергии в высшие энергетические центры. Я сейчас, пожалуйста, научу одному интересному упражнению. Это упражнение упрощено, предельно упрощенное. Но из этого вот, как второе упражнение, только оно предельно упрощенное. Это называется упражнение порционное дыхание. Сейчас. Для того, чтобы выполнять это упражнение, кресле его выполнять нельзя. При выполнении этого упражнения вы должны обязательно иметь прямой торт. Ваша спина должна быть прямой. Вот так вот сидеть нельзя, гнуться нельзя. То есть у вас должна быть шейка ровная, должна быть спинка. Спинка хорошо ровная. У вас не должно быть ни в коем случае сжать живот. То есть если у вас ремень какой-то, допустим, то вы должны достигнуть. Ведь здесь тугая резинка, опустите ее вниз, чтобы живот вдруг свободен. Что здесь мы делаем с вами? Сейчас мне нужна будет ваша помощь. То есть мы сейчас должны попробовать вместе с мной выполнить упражнение. И выполняя упражнение, вы скажете, так, получил у вас с вами или не получил. Итак, смотрите. Упражнение делается один вдох, а после него делается задержка. Но как делается вдох? Мы делаем половину вдоха, потом мы делаем паузу, одну секунду буквально, а потом снова задыхаем, делаем вторую половину вдоха. И делаем задержку дыхания. Задержку дыхания мы делаем открытую. Что такое открытая задержка дыхания? Это означает, что мы не закрываем горло. То есть мы делаем так. Понятно, да? Вот так мы не делаем. Мы что делаем? Мы вдохнули, пауза, вдохнули и остановили легкие просто. У нас горло открытое. При желании мы можем вдохнуть и выдохнуть. Можем. Мы не делаем, потому что задача надо задержать дыхание. То есть мы не закрываем горло, не держим под напряжением вдох. Понятно? Теперь самое важное. Выполняя это упражнение забудьте то, чему вас учили. Если вы проходили тренинги по дыханию у кого-то, у кого-то специалиста, все забудьте. Я это каждый раз повторяю, и каждый раз люди все равно, все равно, все равно не слушаются. Они начинают выполнять какие-то вещи, которые они как-то учили. Вы должны просто вдохнуть. Просто, просто вдохните. Вдохнули, пауза, вдохнули. То есть вы должны вдох разлить на две части. Все. Вы не должны вдыхать куда-то вниз специально. То есть вы не должны что-то делать специально, ни в коем случае. Иначе ничего не получится. Итак, делаем вдох, пауза, вдох, задержка дыхания. Итак, пробуем вместе со мной. Приготовились. Вдох, пауза, вдох, задержка. Выдох, дышим, дышим, мягко дышим. А теперь, а теперь, давайте с вами сделаем еще раз это упражнение, но вы будете наблюдать, когда вы будете вдыхать, вы должны просто вдыхать. Еще раз напомнимаю. Просто вдыхаете и наблюдаете, куда вдыхается у вас в первой половине. Где ощущение вдоха? В верхней, нижней половине. Но, когда я говорю верхней, нижней, некоторые сразу начнут вспоминать. Так, а что там меня учили по йоге, как правильно дышать? Ага, вот так. Не надо этого делать. Просто сделайте вдох и наблюдаете, куда вдохнули. Пауза, а потом еще раз вдох. Вот на втором вдохе что вы ощущаете? Куда воздух сделать? Тело должно само это сделать. Без ваших всяких, без ваших всяких, так сказать, идей относительно этого. Итак, приготовились. Вдох. Пауза. Вдох. Выведом. Так, пожалуйста, я жду. Кто ощутил? Кто ощутил? Куда? Пошел воздух в первом случае, куда во втором? Жду. Так, у нас никто не хочет работать, да? Все хотят только слушать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, Анна. А что в грудную клетку? Куда? Когда? Первый вдох или второй вдох? Куда пошел? Так, Ангелина, в живот. Так, в живот, пупа, потом в голову. Так. Ясно все с вами, дорогие друзья. Так, Леонид Куликовский честно сказал, я не понял и правильно сказал. Так. Значит, дорогие друзья, я объясняю. Если вы сделали полвздоха, потом сделали паузу и вторую половину вдоха сделали, то не получится во второй раз вдохнуть верхнюю часть. Не получится. Это то, чем у вас учили. Это то, что вы могли слышать на каком-то вебинаре, то, что вы слышали по йоге. Но если вы сделаете упражнение так, как я сказал, вы не сможете по-другому вдохнуть, потому что первый вдох будет у вас, ну хорошо, даже если он не будет вверх, в грудную клетку, то он будет где-то вот здесь находиться. А вот второе, вторая половина вдоха после паузы, она сто процентов пойдет вниз. Сто процентов. Это независимо от вашего хотения. Понимаете? Поэтому, когда вы управляете своим дыханием, я сказал, не управляйте дыханием. Не управляйте. Поэтому давайте мы еще раз вдохнем, и вы просто вдохнете. Вы не будете вдыхать в живот. Не надо вдыхать в живот. Просто вдыхайте. Просто вдыхаете, делаете паузу, а потом еще раз вдыхаете. И когда вы второй раз вдохнете, вы обнаружите, что вы не можете вдохнуть вверх. У вас начинается выдавливаться все вниз, само прям давит вниз. По-моему. Это дыхание автоматически происходит. В этом случае. Другой разговор, если вы начинаете с самого начала стремиться выполнять йоговское дыхание, да, начинаете в живот дыхать, потом в среднюю часть, потом в верхнюю часть и так далее. Я говорю, этого не делать. Итак, давайте еще раз. Еще раз. Приготовились. Расслабьте. Выпрямитесь хорошо. Дайте животу расслабиться. Вдох. Пауза. Вдох. Вдох. Почувствуйте. Так. Выдох. Так. Так. Есть такое дело. Так, здоровья, друзья. А теперь что надо сделать? Итак. Итак. Если вы уловили, уловили на второй половине вдоха, что у вас начинается выдавливаться, диапрагма начинает выдавливаться вниз, вот тут такое давление возникает. Что вы делаете? Вы начинаете слегка это давление стимулировать, как поршень туда такой, да? И вы сосредотачиваете внимание. Мужчины сосредотачивают внимание на яичках, а женщины сосредотачивают внимание на яичниках. И в таком положении, при сосредоточении внимания вы делаете задержку открытую, задержку дыхания. А потом делаете выдох, мягкий выдох и расслабляете. Через какое-то время, где-то на третьем, на пятом повторении, у вас появится такое ощущение, как будто шар, давление реально докатывается до яичников, либо у мужчин до яичников. И начинает возникать ощущение жара, пробивающегося тепла. Упражнение это можно выполнять вам, как неподготовленным людям. Только имейте в виду, вы все неподготовлены. Не рассказывайте мне, что вы выполняли какие-то секреты, диетерические практики. Вы не могли их выполнять, если вы их выполняли, вы никогда не пришли на дебинар. Что вы делаете? Вы выполняете это упражнение от трех до девяти раз, не больше. Иначе у вас будет повышенное артериальное давление и куча проблем. А если будете выполнять такое количество раз, мягко, и каждый раз после каждого цикла вы будете отдыхать, давать себе отдохнуть, да? Вот, соответственно, у вас будет оздоравливаться в половой возраст. То есть, если есть проблемы женского характера или мужского характера, то эти проблемы будут оздоравливаться, это будет положительно влиять. Но лучше, конечно, выполнять систему. Понятно, да? Так. Есть такое дело. Следующее упражнение, последнее. Следующее упражнение, это силовой запор. Особенно это упражнение важно для мужчин. Чтобы отделить оргазм, оргазм от эякуляции, то есть от семяизвержения, и прекратить полностью семяизвержение, делают силовой запор. Это делают мужчины. И они обращают, таким образом, в сексуальную энергию, в возбужденную сексуальную энергию. Значит, допустим, когда мужчина готов вот-вот, вот-вот, соответственно, издергать семя, то есть кончить, как говорят в народе, да? Соответственно, он выполняет специальное упражнение, при котором, значит, энергия, энергия, значит, обращается внутрь. Направляется очень быстро в центральный энергетический канал и достигает, достигает головного мозга, да? Вот. А семя не извергает. То есть семя сохраняется, при этом получается, что энергия, которая находится в семени, она сохраняется и преобразуется. Это огромное количество энергии, которая обладает качествами ядерной энергии, которая преобразует полностью тела человека. На самом деле. Так вот, чтобы отделить оргазм от эякуляции и прекратить полностью систему извержения, делают силовой запор. Мужчины и женщины, практикующие данное упражнение, не знают, что такое болезни репродуктивной системы. В половом акте они испытывают оргазм за оргазмом, мужчины при этом не эякулируют вообще. Вопрос об эрекции у мужчин здесь вообще не стоит. Мужчина не знает сексуальную усталость. То есть всякие разговоры о том, сколько он раз за ночь кончил, а вообще разговора нет, понимаете, такого. Это на этом уровне не существует этого ничего. На этом уровне мужчина и женщина готовы к упражнениям по обмену энергии. Их практикам долгой жизни. Как это делается? Это делается при помощи специальной техники, которая идет в три этапа. Здесь используется напряжение определенных частей тела. Для чего используется напряжение тела? Потому что за счет чего происходит сокращение мышц, которые выталкивают сперму? За счет того, что поступает импульс из головного мозга. Чтобы этот импульс перебить, существует специальная технология сжатия мышц. При которых возникает импульс, который идет в обратную сторону. И он перебивает, и, соответственно, вы удерживаетесь от эякуляции. А оргазм остается. Но это не все, этого мало. Это практикульт одновременно со вторым уровнем контроля эякуляции. Уровнем работы с двумя энергетическими попами. Затылочной энергетической попой и крестцовой. Там специальная техника, при которой центральный энергетический канал начинает всасывать энергию. Возникает ток всасывающий. От половых органов в голове. Соответственно, за счет этого, опять-таки, мы избегаем эякуляции и втягиваем внутрь. Оргазмическую, не просто энергию втягиваем. Мы втягиваем оргазмическую энергию. Мужчина вообще, да, он в сексуальном плане очень обеден. Он вообще не знает, на самом деле, тех ощущений, которые испытывает женщина. Почему? Потому что у мужчины внешний оргазм, а у женщины половые органы внутри, и поэтому, соответственно, оргазм способен растекаться на другие части тела. И тело оргазмирует. А здесь и мужчина, и женщина направляют эту энергию в центральный энергетический канал, значит, в чакры. И тогда, в зависимости от того, в какой чакре остановилась энергия, происходят различные перелепчатые виды оргазма. То есть это совсем другие ощущения. Это не просто кратковременно, дергался и все. Это совсем другие вещи. И этот оргазм, он в долине. То есть он поднимается, поднимается до пика, потом слегка опускается, а потом снова продолжается. А не такое, что пыум, бум, и все. И ждем следующего раза, понимаете? Вот этого здесь соответственно нет. Теперь есть третий уровень. Третий уровень – это контроль на уровне ума. Когда мы направляем наше внимание в макушку, допустим, и другие вещи, вдох, дыхание делаем через мозг, вдох, да, и тогда энергия направляется, вся эта энергия направляется вверх. Я когда работал с этим в 90-е годы, да, сначала я выполнил все три. Где-то начиная с четвертого, пятого месяца, наверное, с пятого месяца, я перестал использовать физический контроль, использовал только энергетические помпы и контроль, контроль за счет вдоха и переключения внимания в макушку, да. А потом, соответственно, где-то на восьмой месяц, где-то на восьмой месяц упорных тренировок, соответственно, я достиг того, что я полностью отдал контроль над, значит, на, 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 то есть, отдевил оргазм от векуляции, научился оргазм отправлять в мозг. Я это делал не только для того, чтобы получить какие-то волшебные ощущения, для того, чтобы обретить сверхэнергию и здоровье, чего мне в то время, соответственно, удалось сделать. Я в то время очень активно занимался боевыми искусствами, я помню это удивительное ощущение, когда тело абсолютно управляемое, когда у тебя нет страха и очень много, это очень удивительные вещи. Вот, собственно говоря, такая техника. А теперь напоследок давайте научимся пикантному упражнению для контроля оргазмической энергии. Дело в том, что я рассказывал, что есть первый уровень контроля, когда мы сжимаем различные мышцы. И вот здесь одно из упражнений, из этой группы упражнений, которое может помочь человеку с возрастом не иметь проблем с мочеиспусканием или с половыми вопросами. То есть, например, если женщина выполняет это упражнение, то, соответственно, у нее, соответственно, не будет никаких старостей выпадений, всяких проблем, связанных с ослаблением мышц таза волосна и влагалища. Вот, значит, уже у мужчин, соответственно, не будет проблем с мочеиспусканием и прочие всякие тоже приятные. И в то же время мужчина долгое время сможет сохранять свою эрекцию. Очень простой вопрос. Не важно, мужчина вы или женщина вы, да, когда вы видите писать в туалет, вы начинаете писать и тут же прекращаете, то есть сжимаете, как усилие воли, сжимаете сфинкер, удерживаете, а потом снова опускаете. А потом снова сжимаете. И делаете это не менее трех раз, не менее трех раз. Удерживая хорошо. Таким образом вы тренируете эти мышцы. С чему это приведет? Мужчины обнаружат, что намного лучше себя чувствуют в половом плане. То есть, если были проблемы с простатитом и так далее, это облегчит. Даже такой простой упражнитель. Облегчит. Кроме того, мужчина обнаружит, что он легче контролирует дирекуляцию. То есть, вот это бывает, когда скоростельность, когда мужчина только-только начинает половой акт, и у него уже бах, и уже все закончилось. Возникает проблема. А женщина еще далеко, далеко еще не в восторге, скажем так. Вот это простое упражнение может очень помочь в этой ситуации. Женщинам что? Женщины, выполняющие это упражнение, могут обезопасить себя уже говорил с таких упадений и проблем и так далее. Более того, тут задействуются параллельно мышцы и влагалища, и женщина может обвести контроль над мышцами и влагалища во время полового акта. Ну, я скажу так, когда я практиковал в свое время это с женой, да, я подосуюсь в восемь, что-то такое, когда женщина контролирует эту мышцу. Вот, да. Это, конечно, совсем другое качество секса, если просто секс, чисто физическом плане. Вот. То есть здесь очень много-много таких вещей. Поэтому пользуйтесь, используйте, но делайте это регулярно. Будете делать это регулярно, это приведет к тому, что вы почувствуете себя более здоровым. Но это упражнение нельзя делать тогда, когда у вас там воспалительный процесс. Если в данный момент воспалительный процесс, то необходимо обязательно подождать, пока он прекратится. Маша пишет, есть мнение, что этот процесс недопустим, так как интимные мышцы становятся жесткими, теряет чувствительность женщины. Но вы знаете, я скажу так, что на самом деле вы же, вы же на самом деле, как вам сказать, вы же можете регулировать этот процесс. Ну, скажем так, моя жена до сих пор регулирует, убежала. Ни какие у нее мышцы не жесткие. Но вот она моя жена, я вам честно говорю. Она давно уже не практикует эти методы, но все эти прибамбасы, которые остались с тех пор, она встала, потому что это удобно. Это очень хорошо поддерживает пологоворную готовность. Речь идет не о том, чтобы вы сжимали со всей силы и так далее. Хотя дело в том, что когда вы практикуете, например, третий уровень, вот эти упражнения на сжатие сильное, там сжатие очень сильное. И при этом мышцы влагалища не становятся слишком жесткими. Я такого не ощущал лично, скажем так, на себе. Как вы понимаете. Поэтому вы можете думать, что хотите, но я вам говорю то, что есть. И на самом деле женщины выполняют еще более сложные упражнения. Там дальше идет усложнение. Например, упражнение, связанное с текстикулярным дыханием и с яичниками. Женщины берут яйцо, нефритовое, да? К нему подвязывается грудь. И женщина мышцами влагалища, сейчас называется это вумбилдинг, но вумбилдинг это просто само по себе, как бы, да? А тут специальная техника. И мышцы нормально все, никаких проблем там нету. Какие-то жесткие там или еще что-нибудь. Надя, когда сжимать мышцы, чтобы мужчине было приятно? Дело в том, что вы можете сжимать их тогда, когда вы чувствуете. Вы не должны сжимать специально когда-то. Вы должны чувствовать сами. Если вам приятно, вы будете сжимать. Вот я с вами честно говорю, да? Когда вам самой будет приятно, вы будете просто чувствовать, когда это нужно сделать. Вы почувствуете, что, например, бывает так, что женщине очень хочется жестко заходить. Тогда в таком случае я, например, говорю, и говорю о том, что, ну, не надо так делать, типа, это слишком жестко, да? Ну, женщинам иногда хочется даже так делать, да? Поэтому вы сами почувствуете. И вы будете, мужчина вам сам скажет, слишком жестко или нет. И тогда вы просто вместе с ним, когда поработаете, вы привыкнете. И вы будете знать, как это делать. А так вот просто сказать, как это, измерить это, это трудно. Да, дорогие друзья, мы заканчиваем. Значит, как вы уже поняли, эти упражнения преследуют значительно более важные цели, нежели восстановление эрекции или получение сексуального удовольствия. Данные десники относятся к начальному этапу достижения доосского бессмертия. На данном случае, в упрощенном варианте, я рекомендую их тем, кто имеет проблемы с эрекцией, простатой или половыми гормонами. Практикуя эти и другие упражнения, которые я дам на рекомендованном мой курсе, да, в значительно более расширенном варианте, вы сможете довольно быстро привести свое здоровье и половую систему в порядок. Итак, что я конкретно могу вам предложить? Курс «Секретные даурские техники управления сексуальной энергией». Полное оздоровление и омоложение, соответственно. Выполняя упражнения этого курса, вы сможете постепенно избавиться от тех болезней, потому что это, в том числе, всего для этого вам нужно. Выполняя эти упражнения, вы сможете, эти упражнения вы омолодите свое тело, избавитесь от морщин и делаете мышцы упругими и красивыми. Мужчины не только полностью восстановят эрекцию и научатся ее управлять, но и станут получать невероятное удовольствие от тех. То есть оргазм станет внутренним, и это все очень сильное днение. Женщины научатся управлять своими интимными мыслями, что даст крепкое и крепкое здоровье совершенно новые и глубокие сексуальные ощущения. Ваши половые партнеры будут в восторге от обретенных вами сексуальных возможностей, что значительно укрепит ваши взаимоотношения. Упражнениями этого курса вы заложите фундамент долгой и счастливой жизни. Научившись поднимать сексуальную энергию к высшим центрам, вы кардинально измените свою жизнь и станете духовной и творческой отдаленной личностью. Выполнять эти упражнения очень просто. Это никакая не хатха-йога. Здесь не требуется гибкость. Управление энергией происходит при помощи внимания и визуализации. Делать это просто сидя на стуле. Вы можете регулярно заниматься йогой, а окружающие об этом могут не догадываться. Не только на стуле. Либо стоя, потому что упражнение, например, третьего уровня, где вы учитесь контролировать, берете полностью упражнение сжатие, там потребуется, конечно, стоя, потому что сидя неудобно будет. А так в основном сидя. Эти упражнения эффективны. Даже если болезнь приковала вас в постели, вам все равно доступны практически все упражнения этой йогой. И она способна освободить вас не только из принооболение, но и даже вырвать из лап смерти. Чтобы получить эти удивительные результаты и стать счастливыми, приобретайте курс секретной доводской техники управления сексуальной энергией, полное оздоровление и омоложение. Сегодня вы можете существенно сэкономить, приобретая программу, так как для участников вебинара в течение двух дней действует скидка 30%. Скидка 30% действует не в том случае, если вы сделаете заказ прямо сейчас. Но оплатить его можно в течение двух дней. То есть делаете заказ прямо сейчас, оплатить его можно в течение двух дней, без проблем. Для получения курса секретной доводской техники управления сексуальной энергией, полное оздоровление и омоложение с 33% скидкой вместо 5400 всего 3600 рублей перейдите по ссылочке в чате. Там есть мужской курс и женский курс. Кстати, я хочу объяснить. И в мужском и женском курсе первые два урока, первые два урока, они одинаковые, это одна и та же запись. Потому что эти упражнения, это знание необходимо одинаково и мужчинами, и женщинами. А третий урок, соответственно, он предназначен отдельно для мужчин, и третий урок отдельно для женщин. То есть там немножко разные объяснения, разный подход. Ну, женщина и мужчина – это разные немножко существа. Поэтому те, кто хочет приобрести курс, например, приобретает мужской, и хочет еще женский, ему не нужно платить снова всю сумму. Достаточно платить еще одну треть, только за один, за последний, дополнительный третий урок. И, пожалуйста, можете практиковать там в паре. У меня сейчас интересная пара, им по 70-ти лишним лет, они приобрели курс и практикуют. И периодически мне пишут, интересуются различными этапами, я их консультирую. То есть я хочу объяснить вам, приобретая это видео, эту запись, этого курса, не значит, что вы ее получили, и что хотите с ней, то и делайте. Это означает, что вы можете легко после этого ко мне позвонить, или написать мне, и я вас проконсультирую, либо, допустим, письменно, либо в скайпе. Это совершенно бесплатно, на самом деле. То есть такова форма моей работы. Надя пишет, у меня онкология, поможет оздоровиться. Вы знаете, дело в том, что смотря где онкология, если у вас онкология связана с половой сферой, то вот эти первые упражнения, которые будете выполнять, они могут значительно вам помочь, для того, чтобы перейти в более сложные. Но если вы начнете практиковать сразу сексуальные упражнения, то это может усугубить вашу онкологию. То есть надо выполнить вот эти первые, которые я расскажу, упражнения, упражнения на очищение энергии, упражнения на преобразование энергии, упражнения на накопление энергии, и очищение на реки всех каналов, на этом этапе вы уже себя значительно лучше почувствуете. А потом, когда вы приступите к сексуальным практикам, я имею в виду работе с сексуальной энергией, это здорово поможет вам. Естественно. Вот таким образом. Рак молочной железы. Дело в том, что единственное, что я могу сказать, это поможет. Но вы не должны думать, что это лекарство, что все остальное оставить. То есть вы должны лечиться. Как и лечитесь у врача, как полагается, и дополнять это упражнение. На самом деле. Вот таким вот образом это можно действовать. Дорогие друзья, это еще не все. Те, кто сегодня приобретет курс сегодня до 24.00, не за два дня там, посылка, а сегодня, да, получат от меня в подарок. В подарок видеокурс. Как оздоровить органы воздействуя на чакры и каналы. В результате вы сможете оздоровлять любую часть тела и исцелять любой орган, исцеляющий воздействие в этой целой системе органов. Включить процесс общего восстановления своего организма. А с помощью дополнительных занятий и моих консультаций даже научиться исцелению других людей. Итак, переходите, пожалуйста, по ссылочкам. Приобретайте курс «Секретные даотские техники и управление сексуальной энергией». Полное оздоровление и наложение. Переходите, пожалуйста, по ссылочкам. Там будет, соответственно, страница заказа. На странице заказа заполняете имя, имейл, телефончик. Потом переходите к страничке оплаты непосредственно. И там будут различные логи, будут различные варианты оплаты. Выбираете, если какая-то форма оплаты не подходит, свяжитесь, пожалуйста, с Ольгой. Мы, соответственно, разберемся, как вам в этом отношении помочь. После подтверждения оплаты заказа вы получаете доступ к курсу на вашу пользу в виде ссылок. В виде ссылок, которые вы можете скачать. И кроме этого вы получаете мои бесплатные консультации. После этого я могу вас консультировать в неограниченное количество раз, сколько вам нужно, сколько их просится. Понятно? На самом деле так. Вот таким вот образом. На этом я, дорогие друзья, заканчиваю. Вот, заканчиваю. Так, сколько у нас там? Будьте здоровы, будьте счастливы, используйте техники. Все эти техники я испытал на себе. Мне 52 года. Посмотрите на меня. Я как бы не старый, да? Я молодой мужчина, в расцвете сил. Я занимаюсь боевыми искусствами, я занимаюсь, я практикую йогу. Вот, значит, соответственно, если хотите быть тоже молодыми, здоровыми, вот, значит, наслаждаться сексуальной жизнью, то, пожалуйста, приобретайте курс. До свидания. До свидания.